Добрый день, дорогие друзья! И друзья, накануне Пасхи я покрасила яйца. Тарелочку я, по-моему, показывала в обновочках, в покупочках. И вот такие красивые получились яйца разноцветные. Это очень здорово. Крупные, кстати, такие. И, конечно, Пасху я не пеку. Как говорят куличики, у нас не говорят куличики. У нас вообще говорят даже не Пасха, а Пасха. Так вот, Пасху я не пеку. Девочки, я на нашем наречии скажу, да? А я вот так поставлю. Это магазинная пасочка. Сейчас я её не буду разворачивать, потому что у нас завтра будут гости. И уже когда перед приходом гостей, я разверну, чтобы она не зачерствела. И будет очень красиво это смотреться всё. Такая тарелочка хорошая. Видите, вокруг яйца и по центру пасочка. Просто прелесть. Вот руки у меня вот какие. Ну, буду отмывать чем-то. Не знаю, правда, чем. Чем-то отмою. Вот. Ну, когда пасочка будет, это самое, свободно от глянца, будет очень красиво это всё смотреться. Ну, а пока будет стоять так. Вот. Ещё раз уберу. Мне самой так нравится. Ну, такие красивые, такие красивые. Я много покрасила яиц. Ну, во-первых, хочется, ну, и с собой там кого-то угостить, и туда-сюда. И потом, знаете, через неделю там проводки тоже с собой надо брать. Поэтому яиц покрасила много. Ну, а на стол вот будет подана вот эта вот тарелочка с этой пасочкой. Ну, и прочие угощения. Вот. Так что такое. Серёжа мне включил свет, и уже свет немножечко поменялся. Ну, ничего. Вот. Это у нас мандаринки и гранат. Ну, это просто завтра, потому что мы завтра ждём гостей. Вот. Ой. Ну, наводись фокус. Вот. Примерно так. Сейчас уже вечер. И ещё вот такие вот праздничные салфеточки будут на столе. Такие красивые, хорошенькие. Просто прелесть. И вот, друзья, я уже освободилась. У меня появилось свободное время. И я вам сейчас покажу украшение веточек к Пасхе. Немножко уже не тот цвет пошёл. Потому что, потому что, ну, конечно же, Катэ, он у нас главный герой программы. Так. Потому что я включила уже свет, люстру включила, поэтому цвет этих яиц немножечко не такой, как есть на самом деле. Но всё равно видно, что это оранжевое, а то светло-зелёненькое. И видите, они как будто бы с вышивкой такой. Это атласные такие ромашечки приклеены. Они очень лёгкие, эти яйца. Вот розовенькое. Ой, я тут на коленках ползаю. Сиреневое яйцо. Видите, какое... Ой, где оно там? Вот такое красивое. И вот это атласные ромашечки, вышитые, наклеены. Вот одна чуть-чуть уже отклеивается. Вот так на веточку навесила яиц. У меня есть ещё помельче, но я их купила давно. Ещё, наверное, дней 10 назад я, по-моему, их показывала. Вот. И я их не стала вешать, потому что они мельче. А эти, мне кажется, что это из натуральной скорлупы яиц сделаны яйца. Они слишком лёгкие, невесомые. Скорее всего, натуральные яйца. И их обволокли в такую, знаете ли, резиновую крупу. Такие резиновые крупицы разноцветные. И вот получилась такая красота. Вообще, впервые я увидела такой декор много лет тому назад, когда мы приехали в Германию. И перед Пасхой я увидела, что продаются пластмассовые яйца разноцветные. Ну, а я, как любительница всяческих игрушечек, я пришла в дикий восторг. Плюс мой возраст. Можете себе представить, если сейчас мне это всё нравится. Как мне это нравилось, когда мне было 24 года. Я была в диком восторге. И, в общем-то, накупила этих яиц пластиковых. И так же, как немцы, взяла веточки сухие, ну, как сухие, без листиков веточки. Просто веточки без листиков и без цветочков. И повесила на них яйца. Вот такие разноцветные. Была в диком восторге. Тут же написала родителям. Ах, ах! Первый раз такое вижу. Какая прелесть, какая красота. В общем, вот так, девочки, мальчики. Настроение очень приятное. Я обожаю, когда я поубираю в квартире. И потом я просто любуюсь и наслаждаюсь этой чистотой. Вот. Ну, всё. Буду теперь отдыхать. То есть, войду в интернет, чё-нибудь посмотрю, чё-нибудь вам отпишу и так далее. Всё, мои дорогие. Пока-пока. Вот, видите? Вот вам пока-пока. Всё никак. И то хочется показать, и то хочется рассказать. Вот такой декор меня увлекает. То, о чём я в предыдущем видео рассказывала. Очень нравятся мне вот эти отдельно стоящие цветки. Именно не цветы, а цветки. В бутылках. Такая красота. Такие прозрачные, чистые бутылки. Ну, и там мои, конечно же, живые растения на окошечке. Вот. В горшках живые растения, а в бутылках, конечно же, искусственные. И вот букетик. Нарциссы и тюльпаны. Об этом я вам тоже уже рассказывала. Всё. На этой красивой нотке я заканчиваю репортаж. Всё. Пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok